всем привет с вами канал soul finder и сегодня у нас в студии кроссовки о которых все давно спрашивают это не очень свежий релиз но достаточно свежий чтобы вам рассказать и так у нас в студии можно прям прочитать на коробке еще здесь наименование и это lebron soldier 12 с пометкой sfg которая не несет абсолютно никакой смысловой нагрузки strike for great s но по сути все модели идут одинаковыми все модели солдеров просто к некоторым идет такая абсолютно бесполезно и так это третья и четвертая модель солдеров которая имеет камуфляжную расцветку и это камуфляжная расцветка в этот раз 2018 году стала 1 в 2018 году релиз солдеров с лета сдвинули на апрель ну я понимаю конечно желание разделить раздвинуть так сказать шире календарь lebron а чтобы в октябре-ноябре появляется именная модель и дальше от нее отодвинуть чтобы спрос возрастал но примерно в это же время появились леброны 15 низкие примерно в это же время они кстати мы поговорим скорее всего на следующей неделе но тем не менее не знаю зачем сдвинули на апрель лучше бы оставили на лето и благодаря вот этому импортозамещению скорее всего в россии особо много цветов не появится потому что в летних каталогах этих кроссовок практически нет соответственно если вы любите солдеры я думаю вам стоит их купить сейчас естественно ссылка в описании к видео есть и я ни к чему не подталкиваю но тем не менее предвосхищая события если вы будете их искать в начале сезона есть вероятность что вы их нигде уже не найдете ну может кому-нибудь сервис айди предложит вам это но тем не менее итак расцветка soldier камуфляжная конечно солдаты должны быть в камуфляже давайте чуть больше я расскажу потому что чуть больше про техническую составляющую и материалы потому что в этом году нас не удивила система фиксации мы уже к этому привыкли я не застал те времена когда играли в кроссовках вообще без шнурков поэтому я об этом рассказываю немного дистанционно и так носовая часть очень плотный материал супер плотный ну мешковина тире джинса крашеная очень плотная она стоит домиком внутри ничего нет никакого набивного материала посмотрите какую жесткость она имеет выпрямляется камуфляжный цвет защищает я думаю что будет достаточно крепким и под носовую часть уходят липучки будем все называть липучками фиксирующие вот здесь они заканчиваются то есть они не идут вглубь кроссовка под подошву они заканчиваются здесь про строчка то есть этот элемент заходит совсем чуть-чуть дальше по кроссовку идет сетчатая ткань что-то типа lebron of 15 или 15 низких то есть такой же мягкий достаточно сапожок липучки в этом году 2 но они располагаются необычным образом они идут с фиксирующей петлей на подошве встроенные такую же попробовали на lebron of 15 высоких там была версия где не было шнурков и были только липучки китовские ну что-то не знаю насколько это корректное решение я видел уже сломанную петлю американцы уже успели сломать сломанная петля на этих lebron of у вас вообще негодные кроссовки надеюсь что это был единичный случай но раз он был ждем второго с ушек на одной из петель 5 звезд и эта петля нужна для удержания липучек так скажем то есть этот материал он очень мягкий вот этот barrel mesh от 15 и поэтому на него должна быть наложена отдельная фиксация две петли для удобства надевания в них влезть вообще несложно потому что это все очень хорошо тянется достаточно жесткое обрамление но так как корпус не жесткие так ноге вплотную не подходит в области пятки интересная система фиксации липучек то есть вы видите что пятка это липучка 23 написано чем сильнее вы притянете липучку пятки тем сильнее вы затянете пока на этот счет нет никаких но хотя я на это смотрю так относительно липучки и рано или поздно дают сбой соответственно здесь если будет накапливаться ну так скажем ниточки ворсинки которым будут мешать зацепам это помешает игре в целом и так подошва подошву как-то не замысловато особо ничего не придумывая снабдили двумя баллонами зум в области пятки и в носовой части их очень хорошо видно вот на видео то есть они выступают баллоны в области пятки здесь свушек и здесь логотипчик lebron и стандартный свушек посмотрите протектор какой-то ну такой необычный прямой то есть прямая линия никаких елочек она немножко изогнута конечно вы сейчас кажется но тем не менее вы смотрите одна цельная полоса не знаю насколько это будет круто но вот некоторые люди знаете так смотрят и говорят капец как ты определяешь по сцепление хорошая она или нет по кроссовкам просто проводя рукой то есть не верят такой скепсис ну я конечно все прекрасно понимаю просто я этим 20 лет занимаюсь и я чувствую рукой я думаю что если вы начнете свои кроссовки когда получаете вот так вот просто тестировать проводить пальцами вы почувствуете цепляет ли руку проскальзывает ли насколько жесткая я думаю что это не так сложно просто вы может никогда не пробовали и это не оценка игровых характеристик что в парке в паркет будет впиваться и на асфальте никогда не сотрется нет это ощущение резины вот я резинку провожу я чувствую что она цепкая и говорю что она цепкая и кстати вот я хочу чтобы мы набрали этим видео хотя 500 лайков потому что предыдущем видео про коби 360 мы перевалили в отметку в 13 тысяч человек уря 13 тысяч подписчиков хотя наши видео некоторые смотрят и намного больше тысяч людей но тем не менее подписчиков регулярно всего 13 тысяч наверное это не очень большое число если сравнивать с юрием дудем но тем не менее мы рассказываем только про баскетбольные кроссовки и даже фотографии не стали видео ха-ха итак праздничный выпуск 13 тысяч изменяли и я просто обязан сказать свою коронную фразу я достаю 2 но только дело в том что шнурков нет что нам делать предварительно разлепленный кроссовок предварительно разлипученный предварительно расшнурованный от липучек вот так вот скажу отклеиваем липучки обе липучки вот так вот выглядят кроссовки похоже на 15 леброны похоже материал посмотрите носок тот же самый петля еще одна петля и это в принципе очень мягкий эластичный материал если вы привыкли комфорту 15 лебронов то этот комфорт здесь и останется носовая часть меня напоминает немножко напоминает хардены первые ну то есть посмотрите такой носовой захлест диагональный так скажем липучки так что я хочу а липучки а я забыл что хотел про них рассказать а я хотел на примере 2 кроссовка показать что здесь идет посмотрите линейность прямая то есть петля уходит вот так и выходит а с внутренней стороны петля за заходят вовнутрь и ее натяжение немножко сложнее вот этой внутренней петли которая на ноги является внешне это ощутимо я себе их натягивал затягивал вот посмотрите еще раз на эти кроссовки без липучек обязательно используйте эту штуку потому что будет сюжет я рассказал много всего приятного хорошего мне нравится в принципе линейка леброна солджи я думаю что она я знаю что она популярна и я думаю что она не зря популярна вот так но есть неприятные новости касаемо этой линейки ценник в этом году в россии вырос то есть как-то странно распоряжается ценой выпуске которые были летние раньше в предыдущие года летние релизы были дешевле нежели релизы которые выходили осенью или зимой так вот как вы можете знать а можете не знать предыдущие солджеры стоили 9 790 это конечно много но как есть а вот когда они появились в новом цвете ультрамарин после нового года они стали стоить 10 790 это цена 2018 года и также поступили вот с этой моделью просто видимо и срок ее жизни укоротили я не думаю что они появятся во втором полугодии и я не думаю что они появятся в начале следующего года в каких-то цветах могу ошибаться но тем не менее ценник поставили сразу на 10 790 10 790 это очень много детские расцветки стоят 7 790 их кстати можно поискать по ссылке ниже детские если посмотреть высокие и в смысле взрослые и детские кроссовки то они вообще ничем не отличаются что в принципе не очень обычное дело но начинаются с размера три с половиной до 7 детские а взрослые от семьи до пятнадцатого то есть хотя нет нет по моему вру до восемнадцатого они идут сейчас в россии доступен этот камуфляжный цвет есть черный цвет типа прототипа типа прототипа хорошо сказал скоро появится белосиний нечто вроде кентукки или первых самых зон дженерейшн и детские вот тут мне понравилось контраст такой расцветка svsm бело-зеленая она смахивает на lebron и 7 и детская расцветка brett черно-бело-красная почему их не пустили во взрослые на россию я не знаю может быть это временно может быть чуть позже будет но тем не менее друзья с вами был серж я рад что у нас набралось 13 тысяч человек я надеюсь что нас будет еще больше и я надеюсь что то что мы делаем вам нравится или пусть оно вам не нравится но оно полезно так что оставайтесь с нами и до новых встреч